Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Мария Лапчева. По-прежнему здесь у нас актуальные темы и интересные люди, которым есть что вам рассказать. Сегодня у нас в гостях Евгений Романцев, начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Евгений Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! В конце года принято подводить итоги. Какие вы можете подвести итоги работы Люберецкой полиции за последние 12 месяцев? Мария, еще рано сказать, что мы будем с вами подводить итоги. Итоги мы подведем в январе месяце. Сейчас я только могу предварительные цифры сказать, которые у нас по работе межмуниципального управления за 11 месяцев текущего года. То есть по нашим статистическим данным, то есть межмуниципальное управление внутреннее дело Люберецкое уже как бы расследовало и направляет в суд 3458 уголовных дел. Из них по криминальной полиции это 1859 и по охране общественного порядка, это то есть работа участковых уполномоченных, 1619 преступлений. Ну, наверное, больше хочется сказать, наверное, по статистике будет наше население интересовать. То есть я еще раз хочу напомнить, что мы обслуживаем не только городской округ Люберецкий, а также в наш обслуживание входят города такие, круга, то есть уже Лыткарина, Котельники и Держинский. То есть это все эти цифры, которые я называю, это по всем нашим городам, округам, которые мы обслуживаем. То есть за 11 месяцев межмуниципальное управление внутренних дел сработало, то есть, как правило, народ интересует, какие преступления совершаются за эти периоды, то есть начиная с января по ноябре. Ну, это, как всегда, интересует, сколько у нас было совершено убийств. То есть мы, как бы, можно сказать, в этом году спрофилактировали по тому году хорошо, если в том году у нас было 21 убийство, в этом году 9 убийств. То есть это, как бы, хороший показатель, то есть это совместная профилактика прокуратуры Люберецкой, Следственного комитета, следователей и начали руководителей, ну и, конечно, это участковые, сыщики, которые работают на территории. Ну, есть проблема, это тяжкий вред здоровью, это такое же убийство, 111, скажем так, 4 УК Российской Федерации. Здесь чуть-чуть мы, конечно, прибавили рост. А с чем это связано? Ну, это больше межмуниципальный конфликт, это на стройках происходят, как бы, семейные скандалы, где муж жену порезал или жена мужа порезала, то есть человек умирает у нас в больнице или в реанимации. Таких мы, конечно, прибавили, где-то у нас 43, в том году было 32. То есть практически, ну и раскрываемость 7 нераскрытых этих преступлений. Если убийство на 100% раскрываемость, то здесь у нас 7 преступлений нераскрытых составляет 86%. Ну, получается, работы стало больше, да? То есть прибавилось? Ну, вы сами видите, Люберецкий район – это один из самых детационных районов стройка. Это мы единственные, как и начальник главка, и все проверяющие, которые приезжают в Люберецкий район. Даже губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, приезжая, говорит, что Люберец – это единственный тот район, у которых нет границ с Москвой. То есть вы сами понимаете, нас отделяет от Жулебина, от Некрасовки, от Косиновых, Томска, Бордюр. То есть дорогу мы обслужим, а Бордюр – это уже Москва. Единственный район Московской области, где есть станции метро – Котельники. То есть и в Котельниках, и уже на территории городского округа Люберцы станция, то есть заход в метро. Также сейчас на Жулебина проспект Лермонтовский тоже самое ограничит. То есть понятно, что население прибавляется, строятся большие микрорайоны, наподобие таких, как в деревне Марусино микрорайон застроился очень большой. Также сейчас строится и самолет на полях аэрации. И другие застройки большие идут и в Котельниках, и в Держинке, и в Латкарине. То есть и фабрика «Мирная» сейчас начало застраиваться много приезжих строителей. Из-за этого возникают все-таки какие-то у них конфликты. Не всех там, конечно, мы знаем, потому что там, как правило, работают миграционные составляющие. Вот сегодня, например, начальник миграционной службы, то есть нашего паспортно-визовой службы, уступал Федотов Денис Геннадьевич. Он сказал, что только официально, где-то 97 тысячи только официально, которые зарегистрировались в Люберецком районе. То есть такого в Московской области нет. То есть вторые идут, конечно, Раменский район, там 20 тысяч поменьше. Ну и Одинцово, Мытищи, Балашиха. То есть это самые такие районы Московской области, где очень много регистрируется иностранных граждан, где есть работы, куда они приходят работать. Но вот вы говорите, что работы стало больше, а сотрудников стало больше. То есть появляются сотрудники? Ну, у нас есть штатное расписание, Мария, которое никто, кроме министра внутренних дел, не может его изменить. То есть у нас есть штатное расписание. Мы, конечно, сейчас начальнику Главного управления МВД по Московской области и губернатору письма пишем совместно с главами наших городов и округов, для того, чтобы увеличили численность нашего патрульно-постовой службы, ГИБДД. Участков нет, не хватает, потому что, конечно, ротации произошла. Много было сокращено сотрудников. Никто тогда на тот момент, 6 лет назад, не думали, что так будут развиваться наши районы, которые, как они, примкадовские называются. То есть понятно, что у нас есть и работа. Понятно, что очень много на вахтовом методе работают. Нет такой дотационной застройки больших торговых комплексов, которые у нас открываются. Вот сейчас в городе Котельниках открылся на сегодняшний день самый большой глобус. То есть территория очень большая. Работы предостаточно. То есть нанятых людей на работу тоже предостаточно. Парковка, места более 5 тысяч. Рядышком у них у Атлет. Сами знаете, Мега, там Ашан торговые, то есть комплексы. Ну и граница наша с Юго-Востоком – это садовод. Это единственный большой рынок, где там, вы сами знаете, очень много рабочих мест. Но многие проживают в Котельниках, у народа, вот в городе Котельников. И эту проблему знают, я говорю, и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, что миграционная составляющая Котельников – это самое, ну, наверное, самое-самое в Московской области. Проводится очень большая профилактика в этом и округе, и в нашем округе, и в Люберецком, и в городе Котельников. То есть ситуация непростая. Ну и, конечно, семейные скандалы, которые вырастают, вот не только они здесь, эти граждане других стран СНГ, но и наши. То есть если у нас взять по работе участковых, сколько возбуждено, ну, то есть там есть у них такая подпункт двойная превенция, это когда преступления, ну, избивают семья, то есть муж, жену там и так далее, приносят телесные повреждения. Мы только возбудили 304 уголовных дела. То есть это очень большой поток. То есть это, как правило, ну, во всех городах это нельзя сказать, что только одни Люберцы, это, ну, и Малаховка, и, говорю, везде хватает. А получается, насилие между супругами только идет, или детей, например, тоже? Нет, ну, по детям это отдельно, статистика здесь особо-то нету. По детям у нас занимается Следственный комитет, как бы правило, уголовные дела возбуждаются. Таких нету, чтобы над детьми носили, ну, насилие такого нету. То есть мы не попадаем в зону такой критики. То есть у нас, конечно, существуют такие семьи, которые, ну, не хотят, но это очень мало. То есть одна-две семьи у нас возбуждается, там, 156-я статья уголовного кодекса. Это, ну, для Люберецкого округа, то есть для всех городов это, наверное, хороший показатель. То есть, ну, а вот такие, как бы, хулиганские побуждения, которые где дерутся, семейные скандалы, друг на друга заявления пишут, что такого очень много. То есть участковые, конечно, ну, сильно загрушены. То есть если раньше мы понимали, что существует, то есть какое-то количество участковых должен обслуживать такое население по статистике, сейчас такого нету. Сейчас участковые, я могу сказать, от 5 до 18 тысяч населения обслуживаются. Почему? Потому что дома водятся, не все еще прописаны, но уже проживают. Кто ремонты делает, кто еще. То есть вот на самолете сейчас будет очередной запуск, там, сколько, 11 домов, то есть посчитать 11 домов, да, то есть по 4 подъезда, 17-этажные, 80 квартир в подъезде. То есть численность населения прибавляется. И школы красивые там открываются, и детские садики открываются. Современные. Вот 1 сентября было открытие школы на самолете. Это современнейшая, красивая школа, то есть. Да, Евгений Алексеевич, а вот исходя из этого, какие задачи вы видите по работе полиции в будущем году? Ну, будущий год вы сами уже видели вчера после выступления президента нашего Владимира Владимировича Путина. То есть понятно, что год будет привыбранный, март месяц. То есть мы будем участвовать в охране общественного порядка. У нас очень много избирательных участков. Не только, еще раз, в Олиберезском районе, но во всех городах. То есть будем на охране общественного порядка, обследование это. Потом, что хочется сказать, что мы плавно потом перерастем уже в FIFA, то есть чемпионат мира по футболу 2018 года. Потому что наша трасса Урал будет задействована для базы иностранных футболистов в Раменском районе. Здесь уже, наверное, скорее всего, личный состав будет задействован и на Москву, на охрану общественного порядка. Ну и здесь где-то будем участвовать в каких-то мерах. А дополнительные какие-то силы будут? Нет, нет, нет. Дополнительные силы это Москва. То есть это вообще, я думаю, мы еще пока не знаем. То есть таких приказов не было. Но, скорее всего, могут, как и в Сочи, послать наших сотрудников куда-то и в Казань, и в Волгоград, и в Питер на охрану общественного порядка. То есть это все будет, наверное, уже в начале Нового года. Может, даже на итогах подведения уже за 2012 год, то есть, как правило, мы подводим в первые, то есть, 14-15, то есть до 20 января подводим итоги. Я думаю, Елена Коллегия, Главное управление ВВД, нам замминистра или министр доведет наши задачи на 2018 год. Ну и задача, потом, я говорю, после уже Кубка и Чемпионата мира мы переходим опять в выборы, то есть у нас мы уже будем избирать губернатора Московской области. То есть и вот уже, пожалуйста, там мы с вами опять встретимся уже, наверное, в конце года, подведем итоги того года или наступающего года. Обязательно, да. Да, вопросы, конечно, такие сложные. А скажите, какие сегодня наиболее актуальные проблемы в округе, в области охраны правопорядка? Вот прям такие наболевшие, что называется? Ну, наболевшие вопросы, как правило, мы на наших с вами встречах всегда обговариваем, то есть мы постоянно выступаем, и выступает начальник участковой службы, начальник охраны общественного порядка. Я практически на каждом нашем с вами видеообзоре, на диалоге, я довожу как бы эти проблемы. То есть у нас на сегодняшний день остаются проблемы, это эмиграция, то есть если вот подвести итоги, то мы в этом году только силами ОВМ и участковой службы, которые там и сотрудниками, ну, всеми сотрудниками полиции вывели более 400 преступлений, которые это регистрация граждан в своих квартирах. То есть это через почту так регистрируют, то есть неофициальным путем, то есть без разрешения сотрудников ФМС, то есть идет регистрация таких возбужденная, то есть более уже 400 уголовных дел. То есть они направляются в суд, штрафуются, привлекаются к уголовной ответственности. Вторая, наверное, проблема на сегодняшний день, ну, это, конечно, наркотики. То есть мы тоже, ну, пять лет подряд были первыми, нас в этом году обгоняет уже Одинцовский район, мы чуть-чуть, наверное, или профилактика идем, или недорабатываем, скорее всего, или население перестало нам активно помогать в выявлении наркотиков этих, которые, или они перестраиваются. То есть где-то 593 факта выявлено в том году было за 600, под 700 фактов за 11 месяцев. То есть уже более 400 уголовных дел направлено в суд. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Мы вернемся через минуту, буквально никуда не уходите. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Евгений Романцев, начальник Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Евгений Алексеевич, давайте продолжим. Вот вы говорили о наркотиках. Насколько сейчас проблема эта в округе, ну, стоит остро? Ну, Мария, я уже сказал, что мы по выявлению и очень много сбытчиков задерживаем, которые из своих квартир, очень много закладчиков задерживаем. Как правило, это все граждане ближнего СНГ, таджики, узбеки, которые привозят эту дрянь для того, чтобы отравить. Ну и много, конечно, задерживаем наших граждан, которые в своих гаражах, квартирах, которые, ну, владеют химией, производят антивитамины, его сбывают. То есть в этом году более, наверное, пяти или шести лабораторий уже здесь раскрыто совместно с сотрудниками и Центрального аппарата МВД, и совместно с сотрудниками Главного управления внутренних дел. И, конечно, наши сотрудники уже сами, которые здесь работают по наркотикам, выявляют эти лаборатории в гаражах, то есть изымают очень большие веса. Ну и люди понимают, что изготавливают. То есть, как правило, это идет сбыт антивитамина, то есть в порошок или таблетках уже. Ну, работа проводится очень большая. Я думаю, что я как бы попрошу, наверное, все-таки граждан, обращайте внимание, что в ваших подъездах, мол, запах какой-то появится в квартирах. Люди туда очередью стоят, заходят, покупают. Сообщайте своему участковому, сообщайте, приходите на прием, говорите. Мы как бы будем это активизироваться, работать над ними. То есть я уже на каждом совещании даже у Владимира Петровича Ружицкого прошу нашу управляющую компанию ЖЭКи сообщать, где что происходит, и как бы работать с начальником участковой службы, с начальником охраны общественного порядка. Если нет, то напрямую мне давать эти адреса, мы им будем отрабатывать. А как все-таки вести себя человеку, который стал свидетелем передачи наркотиков, ну, в школе или на улице, в магазине, в студии? Ну, у нас есть сейчас хорошее, вы сами знаете, по 112 телефон. То есть быстро, если видите, что человек закапывает или откапывает, быстро сообщайте по телефону 112, аж адрес, что здесь... То есть самим как что-то делать не нужно? Да, не, не, ну не надо, зачем, потому что они, как правило, агрессивные могут быть, и по одному не ходят, 2-3 человека даже. Сотрудникам ППС оказывается протеревание, сотрудникам розыска и ОКОН. То есть лучше позвоните по телефону, сообщите, что здесь по такому адресу происходит закладка, то есть или свои данные оставите, или уже сообщите, мы подъедем и посмотрим, и, как правило, это нарушенные наряды, это патрульно-постовая служба или ГИБДД, или на сегодняшний день Росгвардия. Также, хотя оно не в нашем подчинении, но по охране общественного порядка округа они работают, подлетают, задерживают, и мы уже оформляем тех людей, у которых находим это, наркотиков. Если это в подъезде будет, то есть вы видите, что у вас происходит, то или участковому, или на телефон доверие сообщайте, и мы эти ваши все заявления, сообщения будем проверять, и они на сегодняшний день эффективны для нас с вами. Ну, лучше всего, конечно, 1-1-2. Если вдруг, по любому случаю, то есть 1-1-2, будь это или наркотики, будь это или кражи, или еще что-то, то есть сотрудники этой службы очень хорошо работают, взаимодействуют с сотрудниками дежурных частей, то есть идет оперативное сопровождение, и как бы это все встает, наверное, на контроле, на учете, то есть доклады, регистрации, то есть это сейчас как бы уже отлаженный механизм, то есть мы со службой 1-2 хорошо взаимодействуем. А давайте поговорим о преступлениях, которые выходят на первый план в зимний период. Вот есть какие-то такие, допустим, кражи, да, вот я как думаю, наверное, в летний период совершается, когда люди на дачах, квартирные, нет? Мария, ну здесь можно сказать так, что как бы все преступления, я вот не стал называть, это бич, это мученные преступления, это кражи, это кражи транспортных средств, это квартирные кражи. В зимний период тоже, да. Кражи из домов, да, то есть, ну, уже неоднократно, я говорю, я думаю, что и начальник Росгвардии, начальник участковой службы выступает, всем вам говорит, что существует у нас с вами сейчас, ну, можно и активизацию сказать, и ЧОПы, которые ставят на сигнализацию, видеофиксацию. То есть некоторые управляющие компании, некоторые даже подъезды, дома, это слышат, ставят свои подъезды, видеокамеры на буддине. Но это эффективно? Да, это очень эффективно, практически в этих домах краж не бывает, если перед домом есть площадка, и стоит под видеофиксацией, и куда-то она выведена, она также сработает очень эффективно, то есть те же воры, те же, которые подходят воровать, они видят камеры, они туда не идут. То есть они проходят разведку. То есть в этом году, да, по квартирным кражам у нас как бы где-то 200, ну, более 500 краж совершено, 200 с лишним 10 краж мы раскрыли. Где-то общий процент раскрываемости квартирных краж у нас составляет 50%. То есть я считаю, что все-таки тайные хищения, есть ребята, все-таки розыск могут работать. Также проблема у нас только возникает сейчас с домами и дачами. То есть дома люди стараются не ставить на сигнализацию, или пришел срок уже на сегодняшний день, может, сказывается экономическая составляющая, не продлевают договора ни с Росгвардией, ни с ЧОПами. Ну и потом поглощают то, что, как правило, сейчас, что берет вор, который влазит в квартиру, влазит в дом, то есть ни телевизора, ничего. То есть берут золото, берут деньги. И берут меховые изделия, это шубы. Больше ничего вор не берет. Но опять, если вы сами не заинтересованы в своей безопасности, то есть ни один, даже участковый, ни один сотрудник полиции вам вашей безопасности сейчас не подскажет. То есть участковые делают профилактику, приходят, говорят, пожалуйста, поставьте, объедините, что-то усильте. Ну, как бы на это некоторые хорошо относятся, другие... Нет, коммерческие структуры, я вот хотел бы обратиться, вы все выходите на какие-то компании, которые не местные. То есть Павел Посадский какие-то, Сергей Посадский, какие-то гольфстримы. То есть очень срабатывают плохо эти охранные предприятия, которые не местные. Они приезжают практически через час-два. А с чем это связано? Удаленность? Ну, удаленность они ставят просто под сигнализацию, а все пульты у них находятся где-то очень далеко. То есть тех, кто не в нашем городе, если вот работает охранная структура правопорядок в Либерецком районе, то они и пуль здесь, и группа быстрого реагирования здесь работают, или Росгвардия, они работают, и это все здесь, и в течение 7 минут они приезжают, с 7 до 15 минут они приезжают. Сейчас лучше к месту, да? Ну, конечно, да, понятно, что ЧОПы, они могут диппинговать свои ценовые какие-то показатели, но у Росгвардии есть госрасценки. Припадено, что чуть-чуть подороже, но это все-таки и качество, и все-таки приедут вооруженные люди, которые официально поставлены на эту работу. Евгений Алексеевич, по кражам понятно. Давайте теперь поговорим вот про изнасилование. Зимой меньше совершается таких преступлений все-таки? Ну, у нас не так много изнасилований совершается. А, в принципе, да? Да, то есть у нас как бы за год было 6 изнасилований, одно осталось пока не раскрыто на улице, юбилейное, но такое же изнасилование тот же человек совершил в Москве. То есть, опять же, здесь хочется сказать, это если показать, то да, неприятно. То есть девушка идет с магазина, время 20 часов, то есть вечера это было в феврале месяце. Она не обращает внимания, что за ней сзади заходит, опять же, вот этот гражданин, который азиатской внешности, опять же, сидит консьерж, не остановил его, зачем он идет, кому он идет. То есть ситуация неординарная. Ну да. То есть остальные это как бы совершаются или в состоянии, которые приглашают, то есть не по доброй воле, то есть привозят таких добрых девочек, которые стоят где-то на Ярославке или на других местах, то есть по телефону приезжают, а там понятно, что и они потом обращаются уже к сотрудникам правоохранения. А не обращаются? Ну, конечно, потому что деньги не заплатили, еще что-то. А, в этом плане, я думала. Вот, а такая вот, которая как бы, вот была одна, то есть, ну, пока, то есть, ищем его, то есть не мы, то есть и Москва, и мы ищем, то есть человек, видео есть, мы всем показали, то есть отрабатываем. Ну, опять я говорю, плохо сработало, и консьерж плохо сработали, и когда, ну, конечно, тяжело говорить, то есть девушка очень громко позвала на помощь, никто не вышли, хотя все были дома на площадке, то есть никто дверь не открыл, никто не поинтересовался, что сюда крики, да. То есть вот чуть-чуть население тоже относится к этим крикам не... Равнодушно. Равнодушно, да, то есть как в скролупе сидят, то есть выйти лишний раз, или мужчины пройдут мимо, не спросят, помощь нужна или не нужна, так же и везде, то есть не каждый окажет помощь даже тому же постовому, который когда-то задерживает или наркомана, вот задавали вопрос, как вот они пройдут, ну, они же видят, они проходят мимо, они живут в подъездах, они знают, кто там живет у них в подъездах, кто чем занимается. Конечно, да. Все знают, где съемные квартиры, где проживают граждане, опять же, того же ближнего, которые также без регистрации живут, работают, не платят налоги, то есть вот вам, пожалуйста, если мы туда приедем, я думаю, к нам будет другое отношение. Ну, то есть гражданам стоит быть более бдительными, да, и смотреть по странам, да. Мы на наших передачах постоянно просим о помощи, то есть я говорю еще раз, без помощи нашего населения, народа, то есть многие работают в каких-то структурах и в администрациях, и в государственных каких-то органах, но чтобы вот так позвонили, сказали, вот есть проблема у них, тогда они могут еще что-то обратиться по своей проблеме, а не по проблеме там общей, которая в подъездах существует или еще где-то. Ну, это понятно, да. У меня такой еще вопрос. Если ты идешь по улице, у тебя вдруг вырвали сумку, да, как себя вести, стоит ли бежать за вором, а вдруг это какой-то мужчина, я девушка, вдруг у него нож, да и потом с ним всегда там на каблупах добежишь. Ну, это проблема. Как вот? Нет, некоторые оказывают сопротивление этим ворам, и потом вот, например, в этом году... А это опасно? Ну, конечно, опасно. В этом году вот под мостом у нас летом было два или три ограбления, мы задержали потом эту группу, то есть это хорошо женщина их запомнила, и вот эти существующие безопасный город, который сейчас в городе, то есть мы проследили, что в пять утра, то есть шла женщина с сумкой, к ней подошли трое, как мы их называем, бородатыми, то есть вырвали, она оказалась в сопротивлении, он ее порезал, там перерезал сухожилия и так далее. Вот, потом по видеокамерам, то есть сделали в хорошее качество, стояло там вот у нас под мостом, где вот военкомат, камера, то есть мы взяли, передали постовому, и опять же через неделю мы также задержали их на том же месте. Так это не надо сопротивляться, сумку вырвали, ты стоишь, ну, почему, они вырвали, побежали, она как бы не хотела сумку отдавать, потому что и деньги там, и телефон были. Ну, вот ваш-то совет, как себя вести? Ну, как ей? Позвони сразу, да, наверное. Ну, как ей давно вырвали телефон, как она? Она пошла сразу... А ну, к прохожим обратиться. Ну, обратилась к прохожим, да, также 112 срочного звонят, и наряды, которые работают, будут задерживать их по горячим следам. Ну, здесь вот потом, я говорю, через неделю задержали троих лиц, которые совершали такие рывки сумок в нашем городе. Страстные вещи вы рассказываете, конечно. Ну, тяжело, конечно, вот сейчас в период, когда вот слякоть, вот октябрь, ноябрь, когда не везде освещение на улицах, не везде, то есть в подъездах, конечно, возникает вопрос. Ну, я еще раз говорю, это все зависит от нас с вами, то есть мы можем и в подъезде управляющей компании повесить, и камеры, и вход, и выход, и перед подъездом. Кто на это идет, там нет такого, я вот нет, все. Евгений Алексеевич, у нас остается буквально немного времени, давайте кратко, как будет организована работа полиции в новогодние праздники? Расскажите, пожалуйста. Ну, где-то мы сейчас, я чуть остановлюсь, я еще хотел бы к нашим ветеранам обратиться. У нас вот один из фактов, это мошенничество еще очень в этот период, вот особенно предпраздничество и не, и вообще существует вот этот вид мошенничества. Наши, вот мы постоянно на наших передачах, на наших и газетах, и радио, и телевидение просим наших пенсионеров не верить никаким мошенникам, которые вам звонят, предлагают услуги газа, еще что-то, перезвоните на службу, а также 1-1-2-0-2, чтобы к вам могли приехать люди. То есть вот нас, сейчас многие пенсионеры получают какие-то дотации в банках, к ним подходят какие-то люди, порчу снимают. Ни в коем случае, еще раз говорю, уважаемые наши ветераны, ни в коем случае не давайте свестись этим мошенникам, что у вас какие-то там взгляды, дети у вас там попали в полицию, в милицию, перезвоните, узнайте, не нужно отдавать никакие средства. То вас порчу снимают, вы выносите последние деньги свои там из дома. Евгений Алексеевич, времени остается совсем немного, кратко. Как будет организована все-таки работа? Усиленный вариант несения службы будет с 30-го числа по 8-е. По 8-е будут усиленные наряды, будут работать. То есть граждане могут гулять спокойно по улице? Да, конечно, будут все наряды работать на улицах, на елках, под елками, в новогоднюю ночь. На охрану общественного порядка будет на всех утренниках, в детских садиках, на всех мероприятиях в школах, во всех клубах, то есть участковой, розыск. Все будем работать, и в больших торговых центрах будет усилена работа. Спасибо большое. Ну, я еще хочу большое сказать нашим гражданам за ту помощь, которую вы нам оказываете. В любое время звоните, обращайтесь. Мы всегда совместно с вами будем охранять нашу безопасность в Люберецком городском округе. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что это был открытый диалог с Евгением Романцевым, начальником межмуниципального управления МВД России Люберецка. Меня зовут Мария Лапчева. Смотрите нас в эфире. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин